Насыщенная программа праздника города 2015 оставила приятные послевкусия у горожан. Организаторы мероприятия постарались на славу. Карнавал, читающий бульвар, многочисленные выставки, велопарад, автотуры по городу. Этим и не только запомнился День города в прошлом году. Нынешний праздник обещает быть не менее ярким. Программа обширна. Мероприятие стартует 28 июля и продолжится три дня. Пройдет совсем немного времени и мы будем отмечать главный праздник День города Бересте 2016. А пройдет еще немного времени и мы будем отмечать тысячелетие Бреста. Поэтому задача организаторов праздника сегодня уже начинать собирать самое лучшее, что есть в культуре нашего города, в организации мероприятий эксклюзивных, которые только свойственны для Бреста, их усовершенствовать, их отточить до идеального, если так возможно, и уже на тысячелетие Бреста скомпоновать все это вместе и провести мероприятие достойного такой великой дати. 28 июля в День освобождения Бреста поздравят ветеранов. Торжественные мероприятия пройдут на площади Свободы и в Брестской крепости. Для победителей будет организован солдатский привал. Таким образом организаторы решили воспроизвести страничку из прошлого, дать возможность освободителям Бреста вспомнить военные годы. Праздничные мероприятия не ограничатся одним днем, уже 29 июля. Брещане станут участниками фестиваля от компании «Савушкин продукт». Компания «Савушкин продукт» предложила, и Брестский городсполком поддержал это предложение, впервые в республике и в нашем городе фестиваль «Облака свежего молока». Фестиваль, который пройдет практически в течение всего дня, он посвящен, на нем будет, так сказать, рассказано все о молоке и молочных продуктах. Это экологически чистый фестиваль. Это фестиваль, где будет пропагандироваться здоровый образ жизни. Пройдет он в парке «Мира на Востоке». В программу нынешнего праздника вошли ставшие традиционными берестейский бал выступления городского оркестра духовой и эстрадной музыки под управлением Валерия Коваля, Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Женовича. Молодежь Бреста тоже не осталась в стороне. 30 июля на грибном канале подростки проведут фестиваль «Город света». 30 июля – главный день, праздничный день нашего дня города. Значит, мы начнем его в 12 часов на улице Советской у памятника Тысячелетия открытием праздничных мероприятий. А затем по улице Советской специально подготовлены пять площадок, на которых пройдут концерты, встречи, очень интересные конкурсы, выступления коллективов различных. Компания «Вилком» предлагает очень интересное мероприятие у выставочного зала. Будет работать наша музыкальная площадка. Короче, брещане уже знают, любят улицу Советскую, где проходят всегда интересно эти мероприятия. День города в нынешнем году порадует ярким карнавалом. Принять участие в мероприятии изъявили желание немало брещан. В шествии будет задействовано множество единиц техники. Завершится праздник большим концертом. Поздравят брещан с Днем города украинская певица Аня Лорак и белорусский исполнитель Петр Елфимов. Эти имена и эти звезды говорят о том, что, конечно же, они достойны нашего стадиона и большого количества людей. Брещане в прошлом году обижали, что не все могли попасть на этот концерт. Поэтому в этом году, учитывая вот данную ситуацию, мы практически 80% билетов отдали в свободную продажу. Так что, дорогие брещане, сегодня любой из вас может попасть на стадион и посмотреть это удивительное, прекрасное шоу с такими звездами, которое будет присутствовать на этом концерте.